Вместо условных исправительных работ – реальные. Соратница Навального Любовь Соболь сегодня не смогла оспорить это решение в Мосгорсуде. Речь идет о так называемом «квартирном деле». Приговор ужесточили в начале декабря из-за того, что Соболь нарушила правила условного наказания. В частности, она не отмечалась в уголовной инспекции. Адвокат говорит, что силовики сами не соблюдают закон. Инспекция должна была совершить ряд действий, которые перечислены в законе, в том числе опросить родственников, опросить коллег по работе, где находится сейчас Любовь. Инспекция этого не сделала. То есть они проигнорировали те требования, которые прямо у них указаны в законе. Поэтому мы полагаем, что и решение инспекции о том, что необходимо объявить Любовь в розыск, и необходимо ей заменить условный приговор на реальный, и решение первого суда, мы считаем, что оно незаконное, поэтому обжалуем его. В декабре 2020 года Соболь приехала домой Константину Кудрявцеву. Команда Навального предполагает, что он причастен к отравлению оппозиционера. Бывшую юристов БК утверждает, что хотела лишь поговорить с ним, но ей этого сделать не удалось. Вскоре во дворе появились сотрудники полиции и ОМОН. Они заблокировали машину Соболь. «Видимо, я буду задержана, потому что я понимаю, почему. Потому что люди, которые направили Кудрявцеву на совершение преступления, на отмывание следов новичка струсов Навального, эти люди очень не хотят, чтобы их спецслужбистам задавал какие-то вопросы и вообще причинял какие-то неудобства». В итоге Соболь обвинили в незаконном проникновении в жилище. Суд по этому делу состоялся в июне прошлого года. Ее защита просила вызвать на допрос самого Кудрявцева, но им в этом было отказано. Потерпевшей в деле стала его теща. Адвокат настаивает, что Соболь не хотела входить в квартиру. «Мы непосредственно в зале исследовали ту запись, которая была предоставлена следствию, где Любовь говорит, дайте мне поговорить с Кудрявцевым, дайте мне поговорить с Кудрявцевым. Тогда у нас возникает вопрос, умысел у Любови был на проникновение в жилище или был просто умысел поговорить с человеком. Умысел поговорить с человеком, он не образует какого-то состава преступления. То есть мы говорим в принципе о том, что никакого преступления здесь не было. Это была расследовательская, журналистская деятельность Любови». Суд вынес Соболь обвинительный приговор. Наказание. Год исправительных работ условно, удержание 10% от заработной платы и ежемесячно отмечаться в инспекции. Осужденная, казалось, не удивилась такому исходу дела. Сейчас идет запрет фактически на любую оффлайновскую политическую оппозиционную деятельность. То есть ты не согласен с Кремлем и что ты говоришь, значит идешь в тюрьму. Все. Вот такие правила. Возможно, мы тебе позволим выходить за границу. Возможно, мы подумаем. А может быть и нет. А может ты сразу в тюрьму пойдешь. Вскоре Соболь сама покинула Россию после приговора по так называемому санитарному делу. Ей дали полтора года ограничения свободы. Суд признал ее виновной в нарушении антиковидных мер, когда москвичи вышли в поддержку Навального. Соболь собирается обжаловать оба приговора. Сначала в кассационном суде, а потом, если понадобится, она пойдет и в Европейский суд по правам человека. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...